Салютики, друзья! Я уже в центре. Иду на АКТ. В принципе, иду в темпе. Вышла, знаете, осень-осень прям настоящая, прохладно оделась. Но так как шла в таком хорошеньком темпе, честно говоря, жарко. Посмотрите на мой нос. Вы не отгадаете, что это? Эта булка вчера мне зубами стукнула. Два раза причём. Она как-то бесилась. Я присела к ней, и она ртом своей вляцк. Не кусила, нет, просто как подпрыгнула и приземлилась. И потом второй раз. Я уже почувствовала, что что-то будет, но думала, что будет хуже. Думала, будет синяк. В принципе, болит, да. Почти синяк. В общем, сейчас дойду. Буду выключаться, потом вам расскажу, как всё прошло. Так-так, зелёный-зелёный. Как всегда, кучу всего нужно заполнить. Ответить на вопросики. Тут моё направление. Первое и второе. И вот результаты моих анализов, видите? Всё в пределах нормы. Вот про что я говорила. Обычный листик вот такой вот распечатанный, который каждый может сам сделать себе на компьютере. Всё, я закончила. Удивительно, мне дали диск. Никакого результата отправлять не будут. Тут просто на диск записали. Следующее моё действие. Я, наверное, сейчас с Сашей поеду в Марин госпиталь, туда, где мне давали направление к этому зубному хирургу. Но если он сразу не возьмёт, то просто возьму термин. Ну, неожиданно, короче. Как всё прошло? Блин, ветер задывает, вам не слышно, да? Прошло хорошо. Очень мне всё подробно объяснили, что будет происходить, какие будут ощущения. Сказали, что может показаться, что хочешь писать. Но это только кажется. Да, кстати, казалось. Сказали, что может быть странный вкус во рту. Я прочитала ещё до этого, что может быть вкус железа. Но нет, вкуса никакого не было. Было просто такое сильное тепло практически по всему телу. Но она тоже предупредила, сказала, что где-то с головы обычно начинает и идёт вниз. Наверное, так и было, да. Я просто лежала, и мне в такую как трубу... Я закрыла глаза, были одеты на мне очки, но я закрыла глаза, дабы лишний стресс на себя не нагонять. Просто чувствовала, что меня как в трубу катали туда-обратно несколько раз. В общем, как-то в какой-то момент говорили не дышать и не глотать. Потом говорили снова можно дышать, и так несколько раз. Но, в принципе, прошло всё очень быстро. Пару минут, я думаю. Ну, не считая вот этого контраста, и всё. Ну, и в целом, наверное, минут пять. Что за чай взял? Что это? Япанский сэнча. Зачем тебе? Зелёный. Давай чёрный. А там не было нормального чёрного? Да. Вот тут, что в Лобесе хорошо, у них выпечка вкусная, всякая прикольная. Но чай мой любимый всё равно в баковарке. В общем, у нас сегодня и первое, и второе. Это мой первый завтрак. Сколько сейчас время? 11.15. В принципе, нормально. А, мы съездили сейчас, да, в Марин госпиталь. Я взяла термин к этому зубному хирургу на следующий четверг. По сути, ещё целая неделя. Пока тёплая. Пусть заваривается, оставь его в покое. Я трассу. Дай ему завариться. Короче, что у нас? У Саши пицца. У меня булочка с беконом и сыром. Сними тарелку. Вот, у меня вот такая. И ещё у меня вот эта вот маффина. У Саши эклерчик. Ух, праздник животного, да? Мне нравится такая диета. С приятного. Так, сейчас я вам покажу. Коробочка пришла. Думаете, очередной бьюти-бокс? А нет. Это не бьюти-бокс. Это бокс для собак. Саша поехал в школу. Позвонили с продлёнки. Милана упала. Болит коленка сильно. Не знаю, насколько сильно. Но сказали, может быть, очень сильно. Сейчас она что-то холодное приложила. В общем, та же история, что и с рукой, наверное. Не знаю. Не буду загадывать. Сейчас Саша её привезёт. Посмотрим. Что за коробка мне пришла? О, боже. Смотрите ещё. В общем, мне в Инстаграме выскочила реклама. Бесплатно. Корма на пробу собачьего. И я решила, почему нет, и заказала. Сейчас открою. Единственное, там был выбор для кого. Я, наверное, ступила. Я заказала для щенка. Наверное, нужно было брать для Кесси. Потому что я не уверена, что я булки буду давать. Потому что сейчас у неё всё в порядке и с животом. И корм она свой ест. И как бы менять не планирую. Но не совсем бесплатно это всё было. Нужно было оплатить доставку. 4,99. И на этом сайте, мне кажется, постоянно есть такая опция. Один раз на домохозяйство, или как это правильно сказать, можно заказать бесплатно. Потому что я потом не по рекламе, а просто на сайт зашла и отдельно там заказала. Там внизу, в меню, в разделе. Вон так и стоит, заказать на пробу. Вот так вот это всё выглядит внутри. Вот эта вот фирма. Ещё, видите, есть гудшайн на 10 евро. И вот, в принципе, то, что они прислали. Там были разные варианты комплектации. В общем, вот такая вот вкусняшка. Может быть, когда-нибудь им добавлю в сухой корм. Чисто так, баловства ради. Это курица с морковкой и маслом лосося. Мерный стаканчик. Вот такая вот с птицей и яйцом. Так, написано, что это премиум квалитет. Не знаю, кто кормит собак со своих таким. Я, если честно, никогда не обращала внимания раньше на эту фирму. Что-то там внутри ещё вот такое. И вот такое. Для особых случаев экстренных, короче, заполнять, наверное, нужно. И что-то. А, тут, может быть, в принципе, брошюрка. Да, какие у них, наверное, есть корма. Видите? Ну, в принципе, там был выбор большой из того, что можно заказать бесплатно. Я выбрала там, где нету зерновых. Потому что я читала, что вроде бы для вот этих вот пород, как наша булочка, что им лучше белковый корм с высоким содержанием белка животного и меньше вот этих вот всяких изерновых. Не знаю, короче. Один килограмм упаковка, по-моему, да. Один килограмм здесь написано. Сам по себе, мне кажется, он около 5-6 евро стоит. В принципе, та же доставка. Плюс ещё вот это и вот это. Так, интересно, ради баловства, ради заказала. Пока поставлю, пускай стоит. Пробуются, не знаю, долгие, наверное, да? До 9-го, 23-го. В принципе, год ещё. Ну, может быть, потом как-нибудь и попробуем. Типа они ещё советуют этот корм смешивать с водой. Тёплой. 40-50 градусов. Видите? Якобы, чтобы было вкуснее и удобнее есть. Когда будет как в соусе. Ещё раз зашла на сайт, посмотрела. 7,29 стоит килограмм такого корма. Он всё-таки дороже, чем я почему-то думала. И у этих банок срок годности вообще до 25-го года. Здесь, по-моему, до 24-го. То есть, ну, я, если честно, думаю, скормлю всё-таки быстрее. Может быть, по чуть-чуть буду давать. Не знаю, посмотрим. В общем, жду вашего отзыва. Если кто-то покупал, расскажите, как он. Думаю, что он неплохой. Я хотела сейчас найти вот это то, что я вам говорила, где стоит этот раздел, попробовать бесплатно. Но сейчас, если честно, найти не могу. Если я вдруг всё-таки найду, я ссылку даже, наверное, оставлю, если не забуду в описании. Потому что действительно нет. Может быть, это временная акция была. Ну, в общем, значит, не повезло. Ну, папа привёз её. И что у тебя с коленкой? Нет. Ведь которая болит. Вот эта сильно. А как ты так умудрилась? Мы играли в лендокон, ну, типа, когда ты слепой ходишь, и должен другие ходить. Там у нас есть такие игрулечки, типа... Завязанными глазами? Бегала и упала в темноте, да? Нет, там есть такое колесо, у нас такие игрушки, типа, катачик, да? Угу. Я вот её не заметила, и вот она вот... И он на колено упал. Теперь все выходные будем вот так вот лежать, а, и болеть. Или пройдёт скоро? Не пройдёт? Ну, будем надеяться, да? Вот так. Булочка же выздоровела. И тебя поднимем. Так, пока все кушают своё. Кстати, Милана, оказывается, вот такой соус любит. Надо покупать. Наполитано. Как тебе, Сашон? Ты ещё не попробовал, да? Не, не очень. Это я знаю, что у нас, по-моему, только Милана его... Нет, Тимур тоже вроде вчера ел, да? Угу. Ой, короче. А у меня кисель, видите? Ну, не идеальный. И на следующий раз сделаю гуще. Но, в принципе, есть с молоком можно. Милана, будешь такое пробовать потом? Нет? А ты говорил, хочу, хочу. Я хотела полистой. Артём, хочешь такое? Посмотри. Да, и попробуй просто. Ну, она сейчас кушает, потом да. Что это? Кисель. С молоком. Нет. А без молока? Нет. Ничего, вы не понимаете. Что за дети? А ты будешь, Саш? Конечно, буду. В следующий раз, конечно, я сделаю гуще. Это же из детства. Но это не так плохо получилось, как может показаться. Так, что-то у меня разболелась голова, ничего больше не снимала. Пульсирующая боль вот с этой стороны до сих пор. Периодически бывает. Всё нормально. Вот, смотрели с детьми Гарри Поттера третью часть на Киновечер. Пересматриваем сейчас снова. Знаете, что я хотела сказать? Я вас опять обманула по поводу термина моего, который будет в четверг. Нет, на самом деле не всё так плохо. Почему-то у меня в голове стояло, что в четверг, мне кажется, что говорили Донорстаг, но 13-е число называли. Я думаю, почему Донорстаг этот четверг, а число 13-е вроде бы что-то не совпадает. И посмотрела, у меня ж на листике записано. Да, 13-е число, это вторник. Донорстаг, Динстаг, не знаю. Мне кажется, даже, наверное, она сама оговорилась. Потому что у меня что-то чётко в голове, что четверка села. В общем, на самом деле, я пойду во вторник за результатами. Что касается моей шишки, наверное, она немножечко увеличивается. Не знаю, как вам кажется. Вот такая она сейчас по размеру. Вот такая вот. Просто до этого можно было только прощупывать, а сейчас уже можно не щупая видеть. Правда ведь? Вот. И получается уже два месяца, как я её обнаружила. Сколько там на самом деле, я не знаю она. Потому что обнаружила, возможно, тоже не сразу, да? Но когда я обнаружила, было однозначно меньше. Склоняюсь к тому, что это мог бы быть, например, жировик, да? Потому что не болит, не чешется. Что ещё? Температуры нет. Он, в общем, никак не беспокоит. Но даже если это он, наверное, всё-таки лучше бы, если бы его убрали. Поправда ведь? Потому что если он растёт, то красивого мало. Всё, друзья. Будем надеяться на лучшее. С вами прощаюсь уже до завтра. Хочу спать. Не могу, прям вырубаюсь. Всех обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok